Слава Украине! Привет всем от Полуанского! Вы только послушайте, что они мелют. Вот сейчас очередная выдержка из словесного поноса Боброедки. Ссылочка на него снизу в описании к данному ролику. Как обычно, можете посмотреть и почувствовать красоту момента, где она утверждает, что Путин это не Гитлер, и расистам не нужна выжженная земля. Как вам такое нравится? Им не нужна выжженная земля. И они сюда пришли, с какими целями, она правда не указывает, но она подчеркнула, что Путин это не Гитлер, а что им выжженная земля не нужна. И самое интересное, что в это ее разглагольствование прерывается, очень красиво сделан ролик, прерываются видами из Бахмута, из Авдеевки. Можно было бы прерывать видами из любого села, из Ачаретана и так далее, которые они пришли, так сказать, освобождать. Работаны, например, да, где сейчас идут бои. Там нет ни одного целого дома. Там вообще ничего нет. Можно было бы сопроводить ее видео, например, кадрами из корабельного района Херсона, куда каждый день пролетает, и я не знаю, там еще что-то осталось, но там руины. И так далее, по Харькову, вот, можно неплохо бы сопроводить ее кадры сегодняшними, ее разглагольствования сегодняшними кадрами из Одессы, извините, вчерашними все-таки, да, где просто ракета «Искандер» с кассетной боеголовкой ударила тупо по центру города, по променаду. Это было сделано специально, 100% специально. Они знали прекрасно, куда летит эта ракета. Они знали прекрасно, что баллистику нечем сбить в настоящий момент. И они знали прекрасно, какой характер повреждений несет вот эта боеголовка кассетная. Именно против людей. То есть, ну, понятно, что она сожгла еще при этом здание вот это вот студентов-юристов. Ну, вот так вот, да, то есть им не нужна выжженная земля. Это, понимаете, и самое страшное другое, что вот эти вот эпитеки, они смотрят на нее, на вот такую боброедку, на такого там, кто там еще, этот Киселев, Соловьев. Вот это все, эта вся гитлеровская нечисть, которая каждый день лжет, потоки просто лжи, и они им верят. Они им верят так же, как, а может, еще сильнее, чем немцы в свое время верили Геббельсу. Кошмар, конечно. При этом еще раз я всегда подчеркиваю, смотрите, немцев, у немцев ситуация была, у обычных гражданских, которые поддерживали Гитлера, ситуация была, ну, скажем так, не то что оправдывающей, но можно было понять, я вам скажу почему. Потому что они были окружены вакуумом информации, или гитлеровская информация, или никакая, не было никакой другой, да. Что же касается расистов, этих избирателей Путина, ну, так они окружены массой информации, вокруг есть любая информация, кроме расистской, они слушают только вот этого вот, этих подонков, подонков, которые по телевизору рассказывают, как надо убивать, и лгут, 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 и лгут. На Мариуполь можно, кстати, посмотреть, тоже очень красиво, с детским театром, как вы там разобрались. Вот, то есть, и имея всю, всю возможность почерпнуть правильную информацию, сделать правильные выводы, они, тем не менее, слушают гибель сенышей современных, и делают такие виды, выводы о том, что вот, правильно, правильно, надо убивать, надо резать, надо... Да, еще один момент, знаете, я вот очень многих забанил, и оно у меня как бы на телеге там не отражается, да и здесь в ютубе не отражается. Реакция простых россиян, ну, или ботов, я не знаю, но среди них много простых россиян, я уверен, что там не все боты, на вот удар по Одессе. Вот, знаете, радость, неприкрытая радость, ну, если я так могу это все одним словом описать, так вам и надо, вот, приблизительно как-то так. Это, чтобы не было никаких иллюзий по поводу, что простых россиян, что вот этой боброедки и так далее. Я буквально встретил, по-моему, за вот два дня, по-моему, парочку просто, парочку сочувствующих, постов сочувствия, да, по Одессе. Остальные вот так вам и надо, поэтому, мне кажется, боброедка даже зря утруждается, если бы она сказала, мы их всех, хочем всех перерезать, да. Ну, так большинство, собственно говоря, абсолютно не оскорбилось бы и сказала бы, ну да, мы же этим и занимаемся. Субтитры сделал DimaTorzok